В Палеонтологическом музее тоже ждут посетителей, готовы удивлять находками. За три месяца экспозиция музея пополнилась, в том числе и благодаря кировчанам. Совсем недавно горожане принесли в музей кость древнего животного. Говорят, нашли случайно на берегу Вятки. Насколько уникальна находка, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Сначала даже подумали, что это, возможно, позвонок какой-нибудь лося или коровы, но нас удивил цвет. Кировчанка с любопытством рассматривает находку, кость по размеру с ладошку и на солнце поблескивает, как уголек. Это сейчас понятно. Позвонок древнего животного. Нашел его муж Эллы в реке Вятка. В тот день семья Фарафоновых сменила обыденный маршрут. Вместо привычного пляжа выбрали уединенное место Филейский затон. Примерно там, народу там было совсем немного. Супругам здесь нравится. Людей мало, вода теплая и место неглубокое, хорошо для детей. Глава семейства на всякий случай решил проверить дно. Нашел несколько коряг, несколько выбросил на берег, чтобы прохожие и отдыхающие не поранились. А одна коряга его заинтересовала. Хотя она была, конечно, вся в грязи, но форма была достаточно интересной. И мы решили, что это, скорее всего, не коряга. Подтвердили догадки научные сотрудники палеонтологического музея. Туда кировчане и отнесли находку. Как выяснилось, это пятый, шестой позвонок бизона или овцы-быка. Пока научный сотрудник Владимир Масютин выясняет вид, но знает точно. Это животное 10-15 тысяч лет назад бродило в этих краях вместе с мамонтами. Объяснили специалисты, почему цвет позвонка угольно-черный. Это связано с тем, что находка была очень часто в воде. То есть оно темнеет. Но, опять же, это еще и может зависеть от породы. В руках Владимира еще одна кость. Да, другой цвет, потому что лежала в песке. Но находка древняя – это передняя конечность бизона. И ее тоже нашли отдыхающие на Филейском затоне кировчане. И так бывает каждую весну после паводка, говорит специалист. Кости вымывают течением, поэтому люди на них в буквальном смысле натыкаются. Но удивляться не стоит. В прошлом году в этом же месте кировчане наткнулись на такой череп. И сдали его в палеонтологический музей. При обследовании сотрудники выяснили, что это череп небольшого кабанчика, который жил 10-15 тысяч лет назад. Кабаны и даже лоси тоже жили во времена мамонтов. Вот и затылок рогатого. Его тоже нашли на вятке. Правда, в 2019 году. Поэтому специалисты просят кировчан не выкидывать найденные окаменелости, а сдавать на изучение в музей на Спасской-22. На сайте музея даже есть специальный альбом с находками кировчан. Посмотреть на них и на другие экспонаты можно будет уже сегодня. Палеонтологический музей спустя три месяца карантина заработал в привычном режиме.